Слушайте, Диана, ну я просто в шоке, потому что я именно этого фрагмента не видел, я видел ваше только выступление уже в финале конкурса. Но я помню, как вы своей энергетикой, своим вот таким вот, знаете, каким-то задором, оптимизмом, драйвом зажгли просто всю, во-первых, сцену с собой, во-вторых, весь зал. Расскажите, Диана, как изменилась ваша жизнь после, вот, допустим, во-первых, с чего вы решили участвовать в принципе в конкурсе? Как узнали и, ну, были ли у вас сомнения участвовать, не участвовать, с каким номером выходить, вот, как это вообще происходило? Ну, я ходила со своей подругой по магазину, вот, и выходили мы из торгового центра, как вы слышали по радио, ну, о том, что будет кастинг на проект Шоу Таланта. Я как-то не сильно отреагировала, если честно, на это, а вот подруга начала, давай, давай, иди, скорее, надо идти. Она говорит, ну, это зачем мне нужно, там, что я там ничего не смогу, ничего не сделаю, там, все. Ну, тем не менее, она меня погнала туда, мне из-за этого очень благодарна. Ну, а именно, вот, прям, собственно, вот, была идея именно петь, потому что, видимо, Диана, можно уже на ты, все-таки ты победительница, да, мне так будет проще. Скажи, пожалуйста, ты прям вот именно планировала выходить как вокалист или были какие-то еще у тебя, допустим, задумки, с чем, собственно, удивить жюри конкурса? На самом деле, это было достаточно спонтанно, но вся моя жизнь, это проходит в пении, в музыке, поэтому я не смыслю себя ни в чем другом. Так, кстати, буквально до рекламы мы узнали у Дианы, что, Диана, ты у нас, получается, не местная калининградка, а приезжая звезда, да? Откуда ты к нам вообще приехала в наш нентарный край, расскажи, пожалуйста. Ну, я родом из города Новый Уренгой, это Ямало-Ненинский автономный округ, там сейчас не очень хорошая погода. Не очень хорошая, у нас получше. На самом деле, да, получше. Слушай, скажи, пожалуйста, но ведь родители вообще как узнали о твоей победе, потому что они же находились там далеко, да, за многие тысячи километров от тебя. Ты им позвонила уже по факту или ты говорила, предупреждала, что я буду участвовать, смотрите меня онлайн? Или просто деньги отправила им после победы? Как вообще было это все? Ну, изначально, ну, многие мои родители даже не знали, и многие мои друзья, знакомые, потому что я не рассчитывала особо что-то, вообще что-то получить для себя, как бы, просто я думала, что это проверка себя. Так. Хотела посмотреть, как это дальше выйдет, но, тем не менее, это очень большой и хороший опыт для меня в этом телепроекте, и это очень много мне дало. И мои родители узнали о том, что я победила, ну, вот, прямо в день, когда я уже ехала домой, уставшая, с деньгами. Слушай, а вот скажи, пожалуйста, вот, планируешь ли ты как-то дальше покорять конкурсные такие вот Олимпы, может быть, я не знаю, даже баллотироваться, как кандидат от Калининграда на Евровидение или что-то еще? Ну, все-таки, понимаешь, вот, все ведь в нашей жизни, оно происходит вот так спонтанно, случайно, да? Ты случайно услышала рекламу, кстати, дорогие друзья, заметьте, это абсолютно реальный случай, мы не выдумали эту историю. Может быть, действительно, сейчас, вот, не знаю, обращались к тебе какие-то местные, ну, не знаю, продюсеры, звукорежиссеры, какие-то компании, которые сказали, Диана, мы хотим с вами записать платиновый диск. Что-то было такое? Нет, пока нет. Пока нет. А знаешь почему? Потому что совсем скоро они позвонят нам прямой эфир и обязательно попросят твой номер телефона. Диана, уже редактор прям просит меня, чтобы ты нам что-то пропела, но единственное, я вот хочу вопрос чисто от себя шкурный задать. Во-первых, на что потратила свой выигрыш или, наоборот, как-то сберегла его, пока в кубышку положила? Или куда-то разошлись прям деньги уже? Ну, я думаю, 50 на 50. 50 на 50. Да, ну, так я скажу, не скромную часть своего выигрыша я потратила на поддержку родителей. Умница, молодец, молодец, так и нужно. А вот объявились ли какие-то подружки или какие-то старые приятели из детства, которые сказали, Диана, кинь на телефон, там, помоги, там, обязательно отдам в январе. Вот что-то было такое? Нет, у меня было такое, что мне просили в долг как-то. В долг? Да. Уже после выигрыша? Да, как только узнали, такие, ой, отдай мне в долг. Ну, ты же понимаешь, что это было не в долг, да? Это как бы, это был бы подарок просто лично для тебя. Слушай, ну, скажи, пожалуйста, вообще вот в твой аккаунт, не знаю, там, ВКонтакте, в Инстаграме добавилось друзей, добавилось новых знакомств, каких-то положительных, не знаю, там, связей в твоей жизни после победы? Ну, связи в основном, да. Вот именно по поводу подписчиков я как-то не слежу за этим, если честно. Вот. Но по поводу связи, да, я очень многими людьми познакомилась. Это очень хороший опыт в моей жизни. Ну, Диан, ну, во-первых, я тебя искренне от всего сердца поздравляю, ты большая молодец, я сам в какой-то степени тоже немножко причастен к миру вокала, миру пения. Но я понимаю, что сейчас, конечно, очень сложно, и редактор, если вы нас видите, вы поймите, что без, собственно, нормальной музыкальной, собственно, поддержки, без сцены, без сапитов, необходимо... Артисту очень сложно спеть, но все-таки, Диана, давай мы порадуем нашу редактуру, весь наш городской первый канал, и мы попробуем что-то пропеть. Ты, а я буду просто слушать и вот прям восхищаться. Две строчки, буквально две строчки. Ой, что же пропеть? Я на самом деле даже не знаю. Все, что угодно. Давайте какую-то нашу такую самую легкую для тебя композицию, которую, ну, на финале, я помню, что ты на финале пела, но, наверное, это прям такое, прям мощное. Ну, я могу что-нибудь из своего репертуара? Давай, давай, давай. Так. Спасибо большое. Я теперь понимаю, что ты по праву заслужила победу, и поверь мне, 100 тысяч для такого таланта мало, поэтому мы тебя обязательно ждем в продолжении. Я буду болеть всем сердцем, чтобы у тебя все получилось. Передавай быстренько приветы, и мы уходим на нашу Дашу Санеева, потому что нам замерзла. Твои приветы и всем поздравления со Старым Новым Годом. Давай. Да, я всех поздравляю со Старым Новым Годом и с Новым 2017 годом. Я надеюсь, что все ваши начинания, все ваши мечты благополучно сбудутся, как вы и того предначертили. Диана, спасибо тебе большое. Дай я тебе пожму твою ручку, даже поцелую. Молодец. Молодец. Правда, девушки, молодец. Давайте побольше, чтобы таких талантов было, и приглашай родителей из Нового Уренгоя к нам в Калининград хотя бы летом. Здесь так здорово. Пускай приезжают и с тобой празднуют летние месяцы вместе. Итак, друзья мои, ну а дальше у нас Дарья Санеева, которая уже просто мерзнет на улице. Давайте передадим ей слово. Дашенька, что у тебя нового? Ребята, я хочу сказать, что это было слышно даже на улице. Но вы, конечно, жестокие люди. Поете там, знаете, про деньги разговариваете, пока я здесь мерзну, вот как в сказке морозка, честное слово. Но это, конечно же, не единственные гости на сегодня и даже не последние классные новости, потому что впереди Старый Новый Год и у нас есть потрясная возможность. Мне лично она очень нравится. Жалко, что не могу использовать на себе. Если вы в течение получаса постучитесь в наш автобус, а прямо сейчас мы находимся на площади Победы, то совершенно бесплатно получите праздничную укладку. И это не все хорошие новости, как я и говорила. Прямо сейчас передаю слово для этого же повода Юлии Месяткиной. Лови. Доброе утро, Калининград. Да, у нас есть еще хорошие новости. Я поймала такую замечательную, красивую девушку Марину. Мы, кстати, тоже насладились вокалом из нашей студии передвижной. Ну а сейчас мы немножко пообщаемся с Мариночкой. Мариночка, скажите, пожалуйста, какие у вас сегодня хорошие новости? Проснулась в замечательном настроении. И вообще все, сегодня такое чудесное утро. Прекрасный снежок. И так чудесно. Великолепный. Полностью согласна с Мариной. Наслаждаемся погодой. Мы тут тоже с нашими ведущими уже все утро. Мариночка, скажите, собираетесь ли вы отмечать Старый Новый Год? По старой традиции, ну, конечно, как и все. Это прекрасный праздник. Это здорово. Как говорит Даша, действительно, повод лишний, да, никогда не помешает. Вот. Давайте передадим приветики быстренько всем вашим друзьям, любимым. Ой, передаю привет моему любимому городу, который я очень люблю. Всем моим родственникам, моим друзьям, коллегам. И вам успехов. Ой, как здорово впервые. Вот нам тоже желают успехов и поздравлять. Вот. А мы в ответ дарим вам витаминки. Употребляйте, потому что весна тоже не за горами. Витаминоз, знаете ли, нагрянет внезапно. Вот. От аптеки для переживливых нашего спонсора. Будем рады видеть вас снова. Приходите к нам, стучитесь и получите подарочки. Спасибо. И мы уходим с вами на клип.